Каких-то два года назад, сидя в бункере, Путин очень влажно мечтал о новом мировом порядке. Идёт выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка. Альтернативно существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мировому устройству. И наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. Дед был уверен, Запад слабый и нерешительный, более того, зависимый от российских энергоресурсов. А потому там точно проглотят оккупацию Украины, а позже, поражённые мощью российской армии, западные лидеры добровольно решат отодвинуть НАТО на границе 97-го года. Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997-го года? Но, как это часто бывает, карета бункерной «Золушки» вдруг превратилась в тыкву. И Россия вместо лёгкой победы потерпела стратегическое поражение. НАТО не только не отодвинулась назад, а напротив, получила с Россией более тысячи новых километров общей границы. Главы Меджи Швеции и Финляндии подписали протоколы о вступлении в НАТО. Балтийское море, по сути, стало внутренним морем НАТО. А недальновидность Путина привела к потере европейского рынка нефти и газа, кормившего Россию годами. Обе магистрали, Северный поток-1 и Северный поток-2, вышли из строя. США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС. Они нарастили свою долю на 6%, до 18% сообщает Евростат. Доля России в экспорте нефти в ЕС, по оценкам ведомства, уменьшилась за год с 31% до 4%. Но, пожалуй, самым болезненным для бункерного деда стала очевидная переоцененность его якобы суперармии, где вместо победы за две недели Россия ввязалась в многолетнюю войну. А вся планета в режиме онлайн убедилась, что ничего особенного в чмонях нет, и они уверенно бегут даже с территорий, которые по Конституции признали своими. После освобождения Лимана и бегства российских военных фронт сместился с севера Донецкой области в Луганскую область. Генерал армии Шойгу, министр обороны, приказал генералу армию Суровикину приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Причины только что Суровикин озвучил. Мы оставляем, судя по всему, Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. И очевидно, вся эта череда поражений и унижений очень серьезно отображается на психологическом состоянии Путина. Иначе, чем еще объяснить, что президент огромной ядерной державы, то и дело превселюдно выставляет себя посмешищем. И давайте, чтобы не быть голословными, свежий пример приведем. Сенсационные заявления президента. Потери Украины в личном составе в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли от 25 до 30% от объема западной техники. Останкинские крикуны взяли цифры не с башки, а со слов бункерного деда. Что касается бронетехники, там вообще вещи еще так более серьезные. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Но это все мелочи. На фоне барабанная дробь сразу пяти уничтоженных в районе Киева систем ПВО «Патриот». Ну, послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов «Патриот», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Ой, дурак! И вот когда ты это слышишь, непонятно, смеяться или плакать. Ну ладно, когда условный Соловьев или Скобеева так позорятся. У них как бы работа такая. Но ты же президент и как бы должен хоть остатками репутации дорожить. Ведь нельзя уничтожить пять патриотов. Пять комплексов «Патриот». Когда их всего два поставили, что твой же министр обороны Шойгу подтвердил. Шойгу. В Киеве поражен второй американский зенитный ракетный комплекс «Патриот». Или может с опережением графика? Ну, в смысле, наперед уничтожили? Вот откуда ноги растут у всех бредней кремлевской пропаганды. Ну, в смысле, останкинские крикуны смотрят на Путина и думают, ну, если царь так врать не стесняется, то нам-то чего? Скажем, например, холопам, что вместе с патриотами еще и Залужного убили. Вы помните, был налет беспилотников на крем? Ну да, помним. И мне кажется, ответная реакция Министерства обороны России – это сегодняшняя пропажа Залужного. К этому приложил руку сам Зеленский. Слив координаты, потому что в данном случае Зеленский избавился от своего политического конкурента. А когда выяснится, что это позорный фейк, просто перепишем в темниках фамилию Залужный на Буданов. Глава украинской разведки Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. Ракета прилетела в соседний с Будановым кабинет, рассказал РИА Новости, сотрудник российских силовых структур. После ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве. Уничтожать, уничтожать и уничтожать. Должна быть охота объявлена. Я считаю, что в том случае, если лидеры будут уничтожены, то любой пришедший к Пласеве в Украину, он будет нелегитимен. Вы будете смеяться, но в этих разгонах бункерный дед тоже принимал участие. Кое-где Залужный. Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Я задал вопрос, где генерал Валерий Залужный. Твердого ответа не было, но я так понял, что информация есть, что погиб. Но Путин сказал так, надо проверять. То есть старик, очевидно, впал в маразм. Это больше не хитрый ФСБшник, а обычный обиженный на жизнь пенсионер с публичными выступлениями в лучших традициях Брежнева. У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом. И все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном. Понимаете? Как у нас в народе говорят. Хотя сейчас лично нам куда интереснее другое. Вот самим россиянам не стыдно за маразмы их обиженного деда императора и его окружение. Хрен уже с теми патриотами. Давайте тему контрнаступления возьмем. Что касается того, что захлебнулось наступления, нет. Во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Провалилась, вещает на весь мир безумец из бункера. И это при том, что за каких-то две недели территория подконтрольной России похудела минимум на 9 населенных пунктов. А то, что все не так радужно, как говорит власть, подтверждают даже прокремлевские телеграм-каналы. В направлении пятихаток выдвинулось подкрепление из резерва нацистов. Большое количество пехоты и несколько единиц бронетехники. Если у боевиков ВСУ получится закрепиться в пятихатках и подтянуть туда свой резерв, то, скорее всего, основной удар противник попытается нанести в направлении населенного пункта Жеребянки. Это оккупирует угрозу окружения и поможет получить устойчивые позиции для подготовки наступления на Васильевку. То есть, представьте себе уровень. Страна, которая собиралась взять Киев за два дня, теперь отдает 9 сел и делает вид, что это победа. И вначале запорожское направление, где сейчас ожесточенные бои. Украинские националисты пробуют на прочность нашу оборону безуспешно. В итоге полный провал и большие потери. Как в живой силе, так и в технике. Ну, в принципе, весь мир знает о том, что украинское контрнаступление провалилось. Ну, собственно, первый этап. Известно также, что у них есть достаточно большие резервы. Сейчас там сидят, ломают голову, как изменять тактику, возможно, стратегию изменять, что-то по-другому делать. Хотя даже в останкинских студиях признают, что такими темпами к концу лета Украина может выйти к Мелитополю. Ну, такими темпами, километров в сутки, вы до Мелитополя будете идти три месяца. Мы жители Мелитополя, которые с первого дня войны стали на защиту своей земли. Мелитополь, ждем. Мы возвращаемся домой. И вот даже интересно, что тогда Путин скажет? Что сдача Мелитополя хитрый план? Очередная феерическая победа? Не удивимся, если так. Ну, не стесняются же они о якобы успешной демилитаризации говорить. Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начания специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически, эта задача во многом выполнена. И ты слушаешь и думаешь, вот как же нужно не уважать свой народ, чтобы нести такое? Вы напали на армию с остатками ПВО и техники советского образца. А сейчас воюете с одной из сильнейших армий Европы. Украинцы готовы умирать. Это достойный противник. Это не проходной вариант. Это самая сильная армия Европы. И на нее ставку сделали, потому что они умеют воевать. С армией, с высокоточной артиллерией, крылатыми ракетами, лучшими системами ПВО в мире. То есть, вместо демилитаризации, о которой говорил Песков. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют в страны Запад. Наоборот, случилась милитаризация. Угрозы для России лишь выросли. Это же даже ваши полководцы типа Пригожина подтверждают. Денацифицировать. Теперь Украина знает весь мир. А с точки зрения демилитаризации у них оружия больше, чем у половины Европы. Но, видимо, царь либо совсем тронулся кукухой в бункере, либо готовится на пенсию и уже не против выставлять себя посмешищем на весь мир. Причем не только в словах, но и делах. Мы, например, были в шоке от того, в какое же Шапито превратился их международный экономический форум. Вот это да, друзья! Вот это да! Давайте поаплодируем! Новый 17-й рука. Это настоящий кипятильник сейчас сделан. Ведь смотрите как. Что такое экономический форум в, так сказать, здоровых странах? Ну, очевидно, это мероприятие, куда съезжаются крупнейшие инвесторы, где подписываются многомиллионные контракты. А вот это уже экономический форум страны-курильщика. Ну-ка, Ванька, давай, рви на камеру теннисные мячики. Обычный, казалось бы, шарик, который легкий движение в руку превращается. Поддержка нужна, я тут не знаю, поддержка! И ладно бы это был единственный позор, но нет. В качестве достижения якобы отечественной ВПК скрипоносцы не постеснялись выставить беспилотники, купленные на Алиэкспрессе. Ну а после разоблачения принялись быковать в лучших традициях русского мира. Я задал конкретный вопрос. Чем ваша идентификация отличается ТАУТЭК? Я главный редактор. Ради бога. Все. Только вы не журналисты, конечно. Вы отказываетесь отличать на вопрос. Я попрошу вызвать час охраны и пройдете. И, наконец, вишенкой, а точнее, черешенкой путинского позора стали краденые ягоды из Мелитополя. Ведь экономический форум по-русски – это когда ты ничего не умеешь делать сам. Зато иногда получается стащить что-то у соседа. На российском экономическом форуме показали украденную из Украины черешню как достижение. На опубликованных фото черешню раздают в красно-белых коробках и бело-зеленых стаканах. На упаковке можно рассмотреть надписи «Отборная черешня», «Экопродукт», «Мелитопольская черешня» и «Выращена в России». И стоит ли говорить, что смотрелось все это максимально жалко? Страна, погрязшая во вранье, с президентом-маразматиком, хвалится украденной в Украине черешней. Вот это ваш мировой порядок, ребятки, а не тот пафосный бред, который пропагандисты годами людям на уши выливали. Мы должны внутри собраться и помнить о том, что все смертны. Но есть много, ради чего стоит умереть. И есть нечто гораздо больше, чем личное и чем жизнь одного человека. Это родина и ее судьба. И здесь бы пропагандистам сделать работу над ошибками. Так сказать, прикрутить количество липовых побед и пафоса. Ну, чисто из соображений, чтобы потом было не так больно падать. Но нет. Мышки плакали, но упорно продолжали кушать кактус. Но Путин не сказал, что мы не пойдем на Киев. Не сказал, нет. Он сказал, что потом скажет отдельно нашим военкорам. И вот когда Соловьев после такого начинает корчить из себя якобы мега важную цель для Украины. Я мишень номер один для укронацистов. Ну, естественно, в своей среде. В своей категории. За мной охотятся. Не удивлюсь, если за мою голову обещана награда. Мол, бандеровцы мечтают ликвидировать его за правду. О чем это свидетельствует? О том, что то, что я говорю, истина. Которую они боятся. Это говорит только о том, что в России снова вообще не понимают настроение в Украине. Ведь при всей своей токсичности и неадекватности... Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Что сказал Путин? В сортире найдем, в сортире будем мочить. Это должно относиться и к украинским террористам. Мы пока Гадину до конца не задушим, не остановимся. Сколько людей положите. И сколько людей положим. Сколько надо, чтобы победить нацистскую Гадину, столько и положим. Тот же Соловьев это, безусловно, плюс, а не минус для Украины. Ведь не дай бог, с их бюджетами информационную политику отдадут каким-то адекватным и даже умным людям. Вот тогда будет реально сложнее. А пока на верхушке российской пропаганды приспособленцы из Армении или поехавший дед... Еретика, раскольника, палача народа православного Вовку Зеленского и Содомитов его... Вот так, Владимир Голосович. Нас это более чем устраивает. Буданов, как воскреснет на днях, еще и грамоту Соловьеву почтовым голубем вышлет. Как говорится, работайте, братья. Ведь каждая ваша ложь и каждый маразм приближают победу Украины. КОНЕЦ